Программа из глубины Да заебал ты! По жопе шлюхи шлепают На этой веселой фразе мы начинаем Интервью с человеком, которого зовут Фред Который не называет своего настоящего имени Но мы это знаем, конечно Всей общественностью он наиболее известен Как один из авторов и исполнителей Ну исполнитель-то точно один А вот один из авторов группы Взрыв кабачка в коляске с поносом Правильно? Правильно У меня раздвоение личности Поэтому иногда я не уверен, что я один Ты находишься там Являешься, наверное, одним из участников Я не знаю, как лидирующим, не лидирующим Но один из участников Грайндкор-сцены С которым по-любому надо считаться Даже я слышал название Взрыв кабачка в коляске с поносом Давай вместе объем в эту группу Взрыв кабачка в коляске С поносом встречаем! Громкие аплодисменты! Начнем с того, почему, собственно, Грайндкор Ну, потому что ко мне пришел товарищ как-то И предложил ебашить Грайндкор Электронный на тот момент Ну, диджитал, да? Диджитал, да Ну, должны же быть какие-то предпосылки То есть, что нужно как-то эту музыку слушать Или просто так вот, типа, к тебе можно прийти и сказать Слушай, давай, блядь, людей ебать, блядь, мертвых Как будто Ну, ты же не пойдешь, правильно? Ты же скажешь, мне я как-то не готов Ну, согласен, да С раннего детства меня интересовал какой-то мрак Я там, то есть, писал рассказы различного характера На такие тематики хоррорные Постоянно какой-то у меня экспромт, фристайл Там выдавал рэперский такой На тему, там, замогильных, там, не знаю Ну, вообще, различных таких тем Корпорация трэш-могильного рок-н-к Ну, да, там какая-нибудь анальная инъекция Мертвого бизона, блядь В стадии аутолиза, там, что-нибудь в этом духе Чувак, ты что делать собрался? Подожди, подожди секунду Травмированная психика с раннего детства Наверное, место, где я вырос Также сказывается на моем творчестве Ну, и товарищ, зная мои сексуальные наклонности Пришел ко мне и сказал Давай, чувак, ебашить вот такое мясцо Ну, и сначала, как водится Вы записали, там, для дурака, там, да Типа, не несколько композиций, да Или альбом... Не-не-не, мы альбом за один день захуячили Который называется «Затык и свинью отверткой» В 2005 году Ну, и судя по всему, этот альбом стал мультиплатином Да Ну, вот что дальше? Как дальше должно было развиваться? То есть, окей, вот вы вдвоем делаете Что дальше? Вот вы стали известны в этой тусовке Поступили ли предложения какие-то на участие в сборниках, концертах? Что, как дальше? Что происходило? Я хуй знает, как так получилось, что мы вышли за территорию странички ВКонтакте И нас начали приглашать и на сборники, и на выступления на различные сплиты Там постоянно что-то предлагали, какие-то совместки Ну, мы соглашались только на сборники и на концерты Как концерты проходили? Бля, я затрудняюсь ответить на этот вопрос Ну, вообще угарно То есть, ты не помнишь? Ну, плохо На видео там есть только посмотреть Ага Ну, а все остальные группы, они играли живяк или тоже такой диджит? С живяк были там ребята, которые играли с электронной ударкой Там, например, Анал Носорог, по-моему Вот, что-то там было, да, такое Ну, чисто драм-машина Ну, там гитары все там присутствовало Мы там одни такие как бы были, да Ну, а это не смущало никого там? Ну, все стояли, смотрели, ебать, что за долбоебы Никто не понимал Ну, там 3-4 коллеги там мошились, угорали, кто в теме Ну, сколько вы собирали народных концертов? Поначалу вообще мы ничего не собирали, мне казалось А потом, да, что-то прям какой-нибудь план Б, там, битком набитый Ну, там в фестивале, я не уверен, что это на нас приходили Будем считать, что на вас Следующий этап твоего творчества Вы, я так понимаю, что берете живых музыкантов? Да, потом идейный вдохновитель коллектива пришел Сказал, чувак, я начинаю хуячить электро-хаус Вот, мне неинтересно это андеграундное течение Давай двигайся сам, проект твой Вот, и я начал, да, собирать музыкантов Каких-то знакомых, через интернет даже кем-то С кем-то знакомился, приглашал там на прослушку Ну, и с кем там сбухивались, с тем и играли У нас там что-то состав, там, 5-7 человек был постоянно Каждый раз там он разный был, каждое выступление Никто, да, я даже сам не помню, кто у нас играл Мне кто-то говорил, у вас там играл какой-то чувак Из какой-то там группы Я вот думаю, да ладно, серьезно А, группа I Eat Virgins Я Ем Дистанис? Да, да, охуенная группа вообще Я фанат прям, был в свое время Но я не знал, что мы с ними играли А с чего вы черпаете тогда вдохновение? Из мусорного ведра Понял Да мы вообще, по сути, спиздили идею с проекта Refuser против шизоида Вот такие, по-моему, австралийцы Ну вот, кому интересно, зацените Опять же Смотрел тут недавно клипы группы Atari Tinger Riot Мне кажется, что есть что-то похожее в восторчатые Там вроде тоже какой-то digital grindcore Ну, это, наверное, единственная схожесть Потому что, во-первых, там состав девушка с чуваком Я вроде не девушка Но мы второго твоего не видим Ну, он пацан Камин-аут совершил Он пацан Нормально Поверим И, соответственно, у них более политические, по-моему, если я не ошибаюсь Предпосылки А у нас, ну, тоже есть, конечно Ну, формат совершенно же другой А это в каком году, получается, произошло? Ты имеешь в виду перелом? Ну, камин-аут твоего друга В 2008-й мы записали финальный серьезный альбом «Меньше смысла, больше мяса» Он такой достаточно серьезный То есть там длинные композиции Там 45 минут, по-моему, альбом В отличие от предыдущих Там, то есть 6 минут, там 13 Там какие-то релизы А вот релиз, про который ты говорил, где 666 песен как-как Да, это феноменальная пластинка, заблеванный фужер с говном Ну да, он идет 21 минуту Треки 660 песен, 21 минута, все нормально По полсекунды, по секунде А что там, можешь что-то привести? Ну, я так понимаю, что там Трррр, говно Типа того, да А какой текст ты считаешь наиболее интересным из этого альбома? Ну, так как я понимаю, что они коротенькие Вот какой Приведи из 666 композиций наиболее интересный шлягер в твоем исполнении Слизовый пот с моих мокрых подмышек, наверное А, вот так вот Ну, видимо, и композиция так же называлась Возможно Просто там присутствует элемент чистого вокала моего И такой, знаешь, IDM лайтовый играет Да-да-да Интересно Не могу не затронуть такую интересную штуку Как миллиард твоих проектов Сайт проекта, не сайт проекта Я когда знакомился с твоим творчеством непосредственно Читал интервью и вот там в одном из интервью я участвовал здесь, потом вот так, этот проект у меня здесь был, потом вот это здесь, потом сплит мы записали, потом вот еще вот так, сейчас вот у меня вот этот проект, потом будет вот этот, потом еще миллиарды проектов. Почему их так дохера? Почему как бы не собрать там более-менее один какой-то? Ну окей, я могу предположить, что это разные стили музыки. Но у тебя же там какие-то моменты повторяются. То есть почему не собрать один, ну окей, два, если в разных проектах и вот в рамках этого проекта что-то делать? Зачем постоянно как-то привносить что-то новое? То есть не то, что привносить, а скажем, постоянно, вот только люди привыкли, ага, значит, кабачок сейчас хуячит вот такой, хоррор-рэп там какой-то, да? И ты раз там такой, да пошли вы нахуй, я больше не кабачок, я теперь, блядь, баклажаны и вот ебашу панк-рок. Ну зачем ты как бы это делаешь? Почему ты людей вводишь в ступор? Во-первых, что касается моих сольных проектов, где я один все делаю, там везде разная концепция, и до того момента, пока кабачок не перешел, так сказать, чисто в мои руки, вот, чувак говорил, не надо под этой маркой выпускать никаких релизов, делай что-нибудь другое. И я тогда создал проект генитальный карбюратор дефлорированных уток. Вот, помню, название мне понравилось. Там тоже целая дискография, не помню точное количество, порядка 12 альбомов. Почему, собственно, генитальный карбюратор отличался от взрыва кабачка? Ну, возможно, только тем, что треки длиннее, и то, что я делаю, это один, без битмейкера. Будем называть его так. Так, хорошо, дальше у тебя проекты пошли. Ну, допустим, где-то ты там поучаствовал в вокале, это не очень интересно, потому что, ну, как бы, поучаствовал, поучаствовал, окей, там. А вот ты же, как бы, грайндкором занимался, и вот у тебя рэп какие-то проекты... В начале интервью ты сказал, что тебе интересен этот трэп, там, такой. Почему сейчас ты начал заниматься? Что, остыл к грайндкору? Да, наверное, с возрастом как-то начал задумываться о более глубоких вещах, нежели о вскрытии... Бля, и не говорите, что вы все мясо спиздошили. Ну, тогда неси вот эту хуёвину, которая, блядь, из-под соседской двери лезет. Ебанёв! Какой смысл-то вкладываешь в творчество материально... Не материально-мясное, а философское? Я рассказываю о жизни, о любви, что касается моего проекта Мёрдок, это антиграунд-рэп. Вот, собственно, я считаю, там очень интересные вещи, о которых можно поразмыслить. Людей агитирую на то, чтобы они жили по совести. И не только, чтобы просто жили правильно, а не как суки. А если вот совесть кому-то позволяет детей насиловать? Да, это заезженная фраза. Я мне и хотел всё знать. По языке 2517, если я не ошибаюсь, да? Не, я не знаю, откуда она. Ну, по-моему, там песня какая-то была. Ну, не столь важная. Ну, есть там, да, что-то такое. Но мы не о группе языки 2517. Нет, нет. Педофилия – это не наш профиль. Алкоголики – это наш профиль. Я редко. Естественно. Ты в интервью говорил, что для написания текстов изучал какую-то литературу специальную, медицинскую. Даже у мамы там тетрадки какие-то. Да, было. Насколько сильно тебе это помогло? И что ты почерпнул интересного оттуда? Я оттуда извлёк очень много интересных терминов. Ну, например? Ну, я прямо сейчас так затрудняюсь ответить. Ну, например, тот же трупный аутолиз. Я не знал раньше. Что это такое? Ну, это состояние трупа, мумифицированное, такое, скажем, засохшее, которое потом, если не ошибаюсь, переобразуется в состояние жировозка, которое можно резать ножом спокойно. Там, то есть, и кости, и всё остальное. Короче, Склихосовский. Тебе неинтересно, не мешай. Пожалуйста, дальше. Кто бы мог подумать, например. Ну, и не могу не задать следующий интересующий меня и всех телезрителей вопрос. Всех десяти человек? Давай его уволим, нахуй. Как вы, блядь? Мне кажется, некрасиво он сейчас поступил. Я знаю, что ты будешь с этой бутылкой делать. Придётся присесть. Пить будете? Нет? А что? Шопай на бутылку. А вы в чашечки наливайте что-нибудь. Руки трясутся. Ну, это чашечные аутолисы. Наверняка же в твоей жизни имели место наркотики, крайняя степень возлияния и прочее. Наверняка же ты тоже эту тему использовал в своих песнях. Мне пора, ребят. А ты как хотел, блядь. Назвался для десяти вот смотрителей. Вот как бы, блядь. Абнон-то не приедет к нам? Абнон, да что он? Куда он приедет? Он снимает. А, ну тогда всё в порядке. Ну, к счастью или к сожалению, решать, наверное, вам был такой печальный опыт. Ну, рассказывай. Каков у тебя опыт был печален? Ну... Что употреблял? Почти всё, кроме героина. И как сила? Ха. Ну, что, я читал, опять же, в интервью, что в какой-то момент у тебя был какой-то некий передоз, и ты завязал с такими порошкообразными наркотиками. А что произошло? Почему? Как-как? Ну, да. Принял, скажем так, больше, чем нужно. А больше, чем нужно, это сколько? Меня просто интересовался всегда этот вопрос. Два грамма метамфетамина. Что, блядь, два грамма в одну ноздрю, что ли? Ну, в две зачем? В одну-то. Один в одну. Ну, а, блядь, невозможно два грамма, блядь, сразу въебать. То есть это же какой-то промежуток времени был? Естественно, там, то есть за ночь. А, за ночь два грамма-то ухуящих. Ну, там где-то с час ночи, да, до утра. Потом поехал на работу, предварительно шлифанул все это дело немеренным количеством энергетиков. Алкогольных? Там и т.д. Обычно? Да. А, ну, ягуары, если это энергетик. Вроде да, энергетик. Но алкогольные, которые? Самые пиздатые напитые, да? Ягуар, блядь. Да, в 2011 году. И что было? Ну, приехал на работу, у меня там мотор долбанул и все, уехал. Уехал. А как, ну, что там происходит? Просто интересно, как бы, такое. Ну, такое ощущение, как будто у тебя сердце сейчас вот просто разорвется на куски. Адская боль. А, больно еще? Да, да, да. Ну, тахикардия, вот есть такое понятие. Тахикардия, это что? Ну, сидишь спокойно, у тебя вроде оно бьется и бьется, пошевелишься, оно начинает биться в 40 раз быстрее, ну, грубо говоря. Ну, и как? Так, а привезли тебя, что там, капельницы? Да, вставили катетер в гениталии, да, прям, в детородный орган. Второй вшили в грудную клетку, у меня там шрама, к счастью, не осталось, я там татушкой забил. Вот. И да, всю ночь меня там откачивали, там дыхание пропадало. Дыхание пропадало. Да, там дефибрилляторы, по-моему, тоже были. Привет. Я ваш лечащий врач, доктор Зайцев. Вот. Ну, все, достаточно, да, серьезно. Песню написал какую-нибудь по этому поводу? Ну, хип-хоповую, да. Хип-хоповую? Что-то для хоррора, там, выдуманные истории, там, стори-теллинг, типа, и, ну, по своему личному опыту что-то там написал, ну, прочувствовал ситуацию и создал вымышленную историю. Ну, вот ты говоришь, что закрыл шрам татуировкой. Я вот смотрю на твои татухи, они тоже достаточно такие, грайндкоровые. Чем же? Ну, как чем? Биомеханика, я считаю, что настоящий грайндкор, например. Ну, Джейсон, да, это Джейсон? Да. Ну, это очень круто. Расскажи, имеет ли какой-то смысл у тебя татуировки? Или так просто, типа, мастера нашел за пивко, блядь? Хуяк? Давай сделаем. Ну, начнем с того, что я действительно нашел мастера за пивко. Вот. Но смысла никакого они не несут, потому что это художественная татуировка. Я думаю, ты понимаешь меня. Да, художественную татуировку понимаю. Ну, Джейсон Вурхес, наверное, символизирует того, что я люблю мясо. Он там, то есть, с мачете и с топором. Ну, андеграунд, ты сам все понимаешь. Биомеханика, ну, да, наверное, это больше относится к тому периоду, когда я увлекался грайндкором. На шее, например, у тебя там? Ну, это трай был обычный. На спине, да, я себе заебашил хоррор-кор. Хоррор-кор, что, надпись такая? Ага. Ну, давно ты себе делал татуировки, старые же вроде уже. Да, лет 10 назад. Не мешают тебе в жизни? Что касается работы, мешают. То есть, не везде, да, получается там. То есть, видят татуировку, да, прям, ну, типа, они тебе, наверное, напрямую не говорят, но, наверное, так, типа, ну, смотрят, ну, вы нам, наверное, не подходите, да, или как? Спасибо, мистер Мерфи. Мы сообщим вам о своем решении. Да что вы, не за что. Матерго здорово постарался. Я им гордился. Насмотря в какую сферу там, да, если в торговлю где-то. Ну, в принципе, я работал продавцом много раз. То есть, что-то более серьезное каким-нибудь там, я не знаю, менеджером, блядь. по продажам цветочков. Нет. Ну, короче, я не знаю. Блядь, это надо вырезать. Это не надо вырезать. Вот менеджер, оно как бы такое эфемерное создание, как бы, которое, его сложно понять. Невозможно забыть и простить вообще невозможно, блядь. Менеджер по работе с клиентами. Вот. То есть, там, прикидываешь, я прихожу там в костюме и у меня татухи везде вылезают. Фи! Это. Ты тобой! Я был однажды в Финляндии и вот выезжаю с аэропорта, там такс-фри такая штука есть, это когда тебе возвращают налоги, да? То есть, ты же не гражданин этого государства. Ну, да. Вот. И налоги не обязан платить, и они тебе возвращают налоги по за эту. И сидит чувак, он вообще весь в татухах, такое шея, лицо там все. И я такой думал, вот она Европа. Надо туда двигать. Кстати, наш битмейкер бывший, он тоже туда ездил, ему очень понравилось. Вот. Хочет туда переехать. Ну, хотел, по крайней мере, какое-то время. Холодно там только говорят. Да, врут. Ездят, да? Конечно. Больше всего меня еще интересует вопрос, как с финансами-то дела обстоят. То есть, андерграунд андерграундом, но я так понимаю, что Грайндкорты собирают народу, и там можно даже бабки какие-то зарабатывать. На моей памяти нам платили максимум там рубля полтора-два. Это когда мы в составе были двух людей. То есть, они с электроникой выступали. Ну, мы это все пропивали там на дорогу, опять же. Ну, оплачивали нам проезд уже, когда живых музыкантов набрало, а не мертвых. Там Питер, не знаю, Тверь. Вот. Нам, да, там проплачивали дорогу на общественный транспорт. Так тоже там двушку накидывали, там пивасик, там что-то еще. Ничего серьезного мы никогда не зарабатывали. Ну, а хотелось? Автомашины куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом и в Ялту. Ну, всем, наверное, хотелось, но было настолько насрать, что просто выйти, кайфануть, там, поскримить в майк, чтобы тебя увидели все, там, показать всем свое творчество, это, наверное, всегда было в приоритете. Ну, а сейчас там, да, когда тебе уже там по тридцатку, вот, новыми проектами, ты хочешь зарабатывать деньги или как? Ну, я уже начинаю этим зарабатывать, то есть, на интернет-площадках, там, мои, как бы, альбомы висят. Ну, стало доступнее, да, когда можно в iTunes загрузить, и раз у тебя там что-то. Да, да, просто проблема еще в том, что я зарегился ВКонтакте в 2010 году, вот, и до тех пор, а мы уже пять лет как ебашили, я вообще не знал, что там как, вот, может быть, если у меня был интернет, а я живу в лесу, если кто не знает, я, может быть, да, там что-то... Старичок-лесовичок. Ну, слушай, я надеюсь, что у тебя все получится, все будет весело, интересно, позитивно, вот, и денег это тоже принесет, тем более, что в настоящее время, я думаю, что это возможно. А такой успех, как появится в журнале Rolling Stone, я думаю, что это уже... А есть ли у тебя какие-то ближайшие концерты, может быть? Нет, я сейчас занимаюсь только студийной работой, мы пишем новый альбом «Взрыв кабачка в коляске с поносом», который будет очень серьезный, там, техника, как у Мишуги будет. Да. Вот. Сдается мне, вы пиздите. Нихуя. На этом замечательном ответе хочется закончить интервью, потому что настоящий грандкорщик отвечает именно так. программа «Из глубины» Продолжение следует...